Ребенок, он плачет, он кричит, ааа, поорет, перестанет, крепче спать будет. Да он манипулировал, чтобы я там его, что-нибудь ему сладкое дала, йогурты, соки, да, да, они просто в шоке. Ребенок болеет, руки разные, запахи, у них есть функция выжить, они только что появились на свет. Ну, мы же вырастили, вот ты тоже должна так делать. Всем привет, дорогие друзья, с вами Алена Васильева. И сегодня у нас очень интересная тема, которая волнует большинство родителей, у которых появились детки вообще. Вы помните, как у вас родился ваш малыш? Что самое первое, что вы услышали от малыша? Конечно же, крик, ребенок кричит, и вот сегодня мы об этом и поговорим. Почему малыш кричит, и не только когда родился, но и вообще, почему ребенок плачет, почему он кричит, и поможет нам в этом. Сегодня доктор Лиза. Здравствуйте, я рада приветствовать вас. Меня зовут доктор Елизавета Ефимова. Мои маленькие пациенты меня называют добрый доктор Лиза. И, конечно, тема крика, она всегда волнует родителей, потому что очень часто родители смотрят на свое чадо и не понимают, почему он кричит. И это происходит в разные периоды времени. И если мама внимательная, если она наблюдательная, мудрая, она всегда может по крику понять вообще, что ребенку нужно. Особенно, когда он совсем маленький, еще не умеет вам сказать словами, что конкретно его беспокоит. Да, так как у меня на канале очень много неговоряшек еще таких, поэтому мы будем разбираться в крики сегодня. Смотрите до конца. Прежде чем смотреть, не забудьте подписаться на мой канал. И помните, что можно ставить лайки и писать свои комментарии. Итак, поехали. Лиза, самый радостный крик малыша – это когда он только родился вообще, да? И родители – ура, малыш кричит! И потом что-то происходит. Ну что ж ты кричишь-то вообще? Ну сколько можно-то? И мужу – ну что он кричит и кричит? И муж так же. Женец, слушай, ну что он орет-то вообще? Что он орет-то? Вот давайте разберемся вообще, почему малыш кричит. Лиза уже сказала, что он хочет что-то сообщить этим криком. Так значит, крик, он полезный на самом деле? То есть надо к нему прислушиваться как-то? Вот давайте вот в этом разберемся. Ты знаешь, на самом деле дети не всегда кричат, когда рождаются. Начнем с этого, что если ребенок не кричит, это тоже нормально. В целом, если малыш родился, все было спокойно, не было каких-то ярких там звуков, ярких каких-то световых реакций, да, на его появление. Вот, ну то есть там не было такого яркого света, допустим, акушерских каких-то помещений, ребенок не всегда будет кричать. Да, вот я об этом не знала. На самом деле, если ребенок родился где-то, соблюдая определенные условия, типа тихо, темно и тепло, ну это такие условия мягких родов, то в целом ребенок может не кричать. Это будет нормально, он может покряхтеть, приложиться к груди, и все, и быть довольным. Ему не обязательно кричать и сообщать, что я здесь, посмотрите на меня, мама, папа. А потом ребенок начинает кричать по нескольким причинам. И первая причина, конечно же, это голод. Ребенок просто хочет кушать, он просит грудь, он просит смесь, если нет, да, у мамы молочка. Вот, и это первая причина, если малыш грудной, почему он кричит. И на самом деле, мама прям может понять, что точно, это крик про голод. Второй крик, это, допустим, когда ребенок хочет, чтобы его переодели. Ну, например, произошла какая-то авария, да, там он пописал или покакал, надо ребенка переодеть, он кричит, ему дискомфортно, он чувствует. Ведь когда он находился в животе у мамы, с ним все было в порядке, ему было тепло, он там ничего особо не чувствовал, там, что все, у него всегда была еда, он легко мог сходить в туалет, он не чувствовал никаких перепадов температуры. А тут он пописал, мокро, неприятно, странно, он кричит. Вот, и наша задача, как родителя, обратить внимание вовремя, вот, и просто переодеть малыша. Это вторая причина. Лиза, вот то есть крики, они различаются, правильно? И вот я знаю такую информацию, что после двух недель появления малыша уже мама должна различать крики, правильно? Да, действительно, потому что в целом, я вот просто помню, идешь в роддоме, и прям слышишь, как кричит твой ребенок, вот, то есть ты прям ощущаешь, так, это точно он, потому что они все кричат по-разному, и действительно голодный крик, и, например, крик усталости ребенка, крик, там, дискомфорта, они действительно различаются. Вот, когда мама должна насторожиться, я знаю две причины. Первая, это если ребенок родился, и он кричит как-то странно, ну, то есть как будто мяукает, да, вот, как, вот, то есть не кричит, вот, как вот обычно малыши, да, какой-то странный крик. Вот это я знаю, что мама должна насторожиться, да, какой-то вот, что, возможно, какая-то родовая травма произошла в этот момент. Вот, и второе, я знаю, что если спустя, там, две-три недели мама так и не различает крик малыша, то есть он у него монотонный всегда, всегда одинаковый, то тоже мама должна насторожиться, правда это так и есть? На самом деле да, но маме стоит обратить внимание еще на такой истошный вопль, ну, то есть когда ребенок прям кричит, он ничем не успокаивается, что бы мама ни делала, он продолжает кричать и, ну, то есть это такой прям очень высокий, громкий крик, который услышат там, скорее всего, все соседи, да, вот, и этот крик тоже будет способствовать вообще и намекать на то, что, возможно, что-то идет не так, ну, то есть, возможно, у ребенка какая-то проблема, которая ему мешает, возможно, это действительно родовая травма, например, если вдруг там что-то с головой, да, у ребенка меняется внутри черепное давление, в целом, когда он проходит по родовым путям, или если его достали путем кесарево сечения, там тоже определенная манипуляция за голову, да, ребенка вытаскивают, вот, и, конечно, все это может отражаться на ребенке, это его может беспокоить, и если вы видите, что что-то вам не нравится, как-то кричит не так, кричит долго или кричит часто, продолжительно, то стоит обратиться к специалисту, не стоит. И вот приходим к неврологу, да, к неврологу надо обращаться или к педиатру? Можно обратиться к педиатру изначально, вот, и педиатр, если видит, что что-то не так, педиатр может проверить рефлексы, например, если педиатр видит, что ему что-то не нравится, он может направить к более узкому специалисту. И тогда уже там УЗИ там, да, всех там можно пройти и уже понять, что... И можно сделать УЗИ, да, там, мозжечка, посмотреть, все ли в порядке. Также мне очень нравятся специалисты, они называются остеопаты, вот, они прекрасно занимаются всеми проблемами черепной коробки наших детей, также проблемами опорно-двигательного аппарата, вот, и в целом остеопат тоже может посмотреть ребенка. Конечно, это абсолютно безопасно, там не делается никакой массаж, не стоит путать этих специалистов, например, со специалистами мануальной терапии, где там что-то вправляют, да, хрустят кости. Нет, эти специалисты, они совсем про другое. Очень полезно вот это, кстати, запомните это, запишите. Еще, Лиза, вот такой вопрос, вот, может ли малыш манипулировать? Очень часто говорят, а, поорет, перестанет, крепче спать будет. Пусть он, может быть, орет, вот, как родителям реагировать? Вообще, я знаю ответ на этот вопрос, но давай его расскажем нашему друзьям, зрителям. Да, я хотела как раз сейчас прям про это и поговорить, а ты меня опередила. В общем, дети, когда они находятся внутриутробно, они максимально защищены, им максимально комфортно, они находятся в тепле, в таком ощущении, как будто их обнимают, да, то есть мамин живот, мамина матка, она их как бы обнимает. И им необходимо чувствовать вот эту безопасность, это тепло и эти объятия. И поэтому очень часто ребенок может кричать, потому что он просто-напросто хочет на ручки. Для него это нормально. Хотеть на ручки для маленького ребенка, абсолютно нормальная реакция. Это не манипуляция. Дети там до четырех, возможно, там, может быть, чуть раньше лет, они вообще не знают, что такое манипуляция. У них нет такой функции манипулировать родителям. У них есть функция выжить. Они только что появились на свет, они просто в шоке, у них столько здесь людей незнакомых, руки разные, запахи. И ребенок, он плачет, он кричит, он волнуется и переживает. Поэтому наша задача как родителя создать максимально комфортное такое состояние, максимально комфортную атмосферу любви, заботы. Поэтому вообще, когда ребенок только рождается, я всегда, ну, своим вот пациенткам, да, которые, допустим, родили малыша, я им рекомендую просто брать ребенка, лежать, это называется период гнездования, вообще первые сорок дней после родов. А то есть нормально лежать, вот постоянно с ним прижимая, да. Потому что женщине, когда она только родила, ей не нужно ходить и таскать ребенка. Это тяжело, и это неправильно, потому что в целом организм только родил, да. Если женщина неправильно носит ребенка, она создает давление на живот, да. Отсюда проблемы все с мышцами тазового дна начинаются. Также проблема с осанкой, меняется позвоночник после родов, таз, да, не встал еще на место. Поэтому маме нужно лежать, отдыхать, прикладывать ребенка к груди, вот. И, ну, если кто-то есть в помощниках, папа или, может быть, ваши родственники, попросите их не душиться, там, духами, когда они придут в гости, попросите их, ну, не надевать какую-то такую пахучую, колючую одежду, чтобы ребенок не реагировал на это, потому что он привык к запаху мамы, материнского молока или папы, да, для него он тоже уже родной привычный запах дома. Когда приходят новые люди, он тоже может кричать, как раз, если его кто-то незнакомый взял, много новых впечатлений, вот ребенок сообщает об этом криком. Вот этот кусочек надо вырезать и всем папам дать послушать. Папам, бабушкам, дедушкам, это очень полезно, Лиза, классно. И вот смотри, ребеночек кричит, крик у нас меняется, да, потом у нас появляется какое-то гуление, ребеночек начинает говорить что-то, но ребенок все равно вот до двух лет он точно все равно кричит, даже до трех, например, да, даже когда он начинает разговаривать уже, если что-то не так, ребенок начинает все равно кричать. И вот здесь тоже вот в крики что нужно, вот если мы раздражаемся мамы, да что ты орешь и орешь, вот что же делать-то, как тут помочь ребенку вообще можно, вот если ребенок уже постарше. На самом деле есть такая история про то, что дети вообще не кричат просто так. Ну, мы рассматриваем всегда несколько факторов, которые способствуют крику ребенка, тем более если это ребенок подросший, и он уже может что-то сказать словами, да, или выразить эмоциями, например, если его что-то, ну, волнует, раздражает, он может что-то швырнуть, да, может быть там где-то топнуть ножкой, вот, или он может выместить свой какой-то стресс, с которым он встретился, эмоции, через двигательную активность. Так же он устал, если, да, тоже? Да, да, конечно. И в целом мы должны различать факторы, почему возник этот крик. Первое, потому что, например, ребенок не доспал, ну вот просто-напросто он устал, у него, может быть, не было дневного сна, или его ночной сон сместился, он не выспался, все, ребенок проснулся, он уже раздражен, или второе, ребенок голодный, если ребенок голодный, то он будет кричать. Третье, это если ребенок переел того, что ему не нужно было переедать. О, тоже, да, может быть? Конечно, например, если ребенок съел условно пищу, которая богата простыми углеводами, да, то есть это сахар, мука, это, допустим, какие-то сладкие йогурты. Булочки с шоколадками бабушки принесли, соки. Да, запросто это будет действовать на нервную систему нашего ребенка. Еще один фактор, это ребенок болеет. Вот, например, он болеет, у него забит нос, у него там температура, да, или он уже переболел, но еще что-то осталось, и ребенок будет более раздражителен. Для него это в целом характерно. И родителям просто нужно учесть все эти факторы. Или много впечатлений, новые знакомые, то есть много эмоций перегрузили нервную систему ребенка, все, он кричит. И наша задача, как родителя, просто принять эти эмоции в первую очередь. Если мы чувствуем, что нас переполняют самих уже эмоции, что он кричит, мы не можем его успокоить, надо просто сделать вдох-выдох. И мне всегда помогает такая мысль о том, что он маленький, а я большая. Вот если большой человек не может справиться с своими эмоциями, да, представляете, насколько трудно маленькому ребенку, он вообще не понимает, что такое эмоция, что такое злость, или что такое страх, или что такое там радость. Он это не понимает, у него еще не сформирован эмоциональный интеллект. И наша задача, как родителя, проговорить, например, ты сейчас устал, или ты сейчас там, возможно, злишься, что кто-то забрал твою игрушку в песочнице, да, или ты сейчас голоден, пойдем покушаем, или, может быть, ты просто хочешь в туалет, может быть, у ребенка болит живот, он хочет в туалет. Наша задача помочь ему понять, что с ним происходит, и просто его обнять, если ему это хочется, если ему это нужно часто, дети через тактильное успокоение, они очень хорошо начинают расслабляться. Вот, если вы видите, что ребенок сильно напряжен, особенно в конце дня, вот он кричал там, устал, и вообще вот негодовал, и вы думаете, да он манипулировал, чтобы я там его что-нибудь ему сладкое дала, да, или, может быть, чтобы его на руках поносило, вот, ваша задача ребенка помять. Вот, есть различные практики, когда мы просто мнем ребенка. Чтобы он ощутил свое тело, чтобы он... Да, он ощущает свое тело, и он ощущает вот эти зажимы, и они уходят, все спазмы в теле. Очень классно, да. И в частности, вот руки, ноги, бедра, ягодицы, избегая область головы и область половых органов. Остальное мы все хорошенько прям можем так хорошо пожамкать. Очень классный совет вообще. И вот, что я поняла из нашего сегодняшнего разговора, что крики должны отличаться уже начиная с двух недель. Если вы не понимаете, почему кричит ребеночек, испробуйте разные методы. Проверили памперс, правильно? Да. Покормили ребеночка, все равно кричит. Может быть, значит, что-то болит. Взяли ребеночка к себе, прижали вот эти вот объятия. Можно еще попробовать переодеть. Может быть, где-то что-то жмет в одежде. Тоже такой вот важный момент. Например, вдруг там памперс неудобно или где-то там какая-то распашонка подогнулась, ребенку жмет. Или если ребенку жарко, холодно, тоже он будет кричать. И, друзья, я помню, у меня соседка заехала в квартиру новенькие, и они над нами поселились. Я вижу, она беременная. И потом она родила, и у нее ребеночек как раз вот кричал монотонно и постоянно, то есть виск вот такой вот. Я уже думала, может быть, к ней подняться и сказать, вы сходите, пожалуйста, к педиатру хорошему или к неврологу, потому что явно у ребеночка что-то не то. Но я постеснялась это сделать, вот честно скажу. И я не стала этого делать, и я познакомилась с ней спустя полтора года. Что я увидела? Красивый мальчик такой. Они вообще красивые, очень молодые ребята. И мальчишка такой красивенький. Но он не разговаривал. То есть, значит, там что-то было все-таки неврологическое. Да, 100%. И вот этот ребеночек, он закатывался криком, поэтому будьте внимательны к своим деткам и перешлите это видео тем, вот кто сейчас родил только или кто собирается родить. Оно потому что очень-очень полезно. И еще, когда мой малыш кричал, а малышей у меня трое было, и если вдруг я уже перегрузилась, устала, мамы часто не высыпаются, я говорила папе, слушай, помоги мне, пожалуйста, возьми, успокой. Папа у нас, он большой, уютный, и он прижимал ребеночка к себе, и, ну, ч-ч-ч-ч-ч. И ребенок успокаивался, бывало, даже у папы лучше, чем у меня. Потому что ребенок очень чувствует мамино раздражение и сильное сердцебиение. Когда мама уже на взводе, тогда нам сложно успокоить малыша. Правда это, да? Да, еще, если ребенок находится на грудном вскармливании, стрессовые гормоны мамы через молоко приходят ребенку. А, то есть, охот ты какой, наешь, а он, ааа, нет. И, соответственно, ребенок будет еще больше нервничать. Вот так вот. Поэтому мам кормящих не раздражайте, им помогайте. Особенно вот, когда только мама родила ребеночка, ей всегда необходима помощь, если вы вдруг собрались в гости к кому-то. Да, всегда знайте, что маме можно предложить покушать, может быть, помочь что-то по уборке. Или поддержать ребеночка, пока она там отдохнет. Вот. И детей классно успокаивает еще вода. Купание такое мягкое. Купание очень комфортное. Умыть, говорят, да, тоже? Умыть, ну, не всегда на самом деле. А вот, если ребенок постарше, ему можно включить водичку, поставить ручки. Вот, воду на лицо они не всегда готовы принять. Некоторые дети не любят мокрое лицо. Это больше от сглаза, говорят. Но в этом мы не верим. В это мы точно не верим. Сглазов никаких нет. Вот. Но ребенок может волноваться, когда на него многие люди новые посмотрят. Да, это возможно. Потому что куча запахов, раздражителей разных. Мама может быть что-то переживает. Может, маме сказали, да ты неправильно его одела. Да ты неправильно его кормишь. Вот. У нас же много советчиков. Поэтому всегда помните то, что вы делаете для своего ребенка. Это лучшее, что вы можете сделать для него сейчас. И всегда слушайте себя. И слушайте экспертов, которые действительно говорят важные и правильные вещи. А не те, кто вот вокруг там говорят, ну, мы же вырастили, вот, ты тоже должна так делать. Лиза, спасибо тебе огромное. Ты реально эксперт. И вот я очень благодарна Лизе, что она поделилась своим мнением. Кстати, у нас с Лизой есть курс. Есть курс для, как раз для тех родителей, которые ожидают малыша и только родили этот курс от нуля. То есть, наверное, от того, кто собирается родить, да, от нуля-то. Да, как раз. И до полутора. Я думаю, это идеальный вариант, когда вы уже скоро родите, и вы готовитесь к тому, что будет потом. Потому что, когда будет в роддоме, ребенок кричит уже не до того, чтобы там прям слушать курсы. Вот, и к чему-то надо подготовиться маленечко заранее. Это в идеале. Если вы не успели, ничего страшного, вы просмотрите, и вам все равно это будет актуально. Пока малыш еще спит много, можно в это время чик наушнички и посмотреть. И Лиза со своей стороны рассказывает, как педиатр рассказывает о том, как правильно с ребенком все вот делать, чтобы не навредить малышу, чтобы не упустить какие-то важные очень моменты. Я со своей педагогической точки зрения рассказываю, показываю, какие нужны игрушки, чтобы у вас не было лишних трат финансов. Вообще, как играть с ребенком. И даю даже игры, песенки, потешки. Это очень полезно и очень интересно. Мы оставим ссылочку на курс внизу. Переходите там в закрепленном комментарии, нажимайте, смотрите. Я думаю, что это будет для вас очень полезно. Цена приемлема. Мы сделали специально так, чтобы для каждого это было возможно. Приобрести и смотреть, и правильно поступать со своими малышами. Сделать все верно для того, чтобы не навредить ребеночку. Но важно вовремя заметить проблему и помочь малышу. Итак, если ваш ребенок кричит, не переживайте, обнимайте, помните все, что мы сказали выше. И все будет хорошо. Пусть ваши детки будут здоровы и счастливы. Да, спасибо. Будьте здоровы. С вами была Алена Васильева. И я, Ефимова Елизавета. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова